Медведев Даниил Сергеевич. Российский теннисист. Вторая ракетка мира в одиночном разряде. Чемпион открытого чемпионата США 2021 года. Победитель итогового турнира ATP 2020 года. Финалист двух турниров большого шлема. Он громко заявил о себе в сезоне 2018 года и с тех пор взгляды фанатов прикованы к многообещающему теннисисту. Даниил Медведев родился 11 февраля 1966 года. Стал третьим ребенком в семье, далекой от спорта, где уже подрастали две дочери Юлия и Елена. Глава семейства Сергей Яковлевич начинал трудовую деятельность как программист, но во время перестройки увлекся бизнесом. Открывал видеосалоны, продавал кирпичи, был соучредителем строительной компании. А мать Ольга Васильевна занималась воспитанием детей. Родиной долгожданного сына должна была стать Франция. Медведевы выяснили, что по законам страны наследник сможет претендовать на автоматическое получение гражданства по достижении 18-летнего возраста. На восьмом месяце беременности Ольга уже оформляла визу и даже приобрела просторную шубу, чтобы програничники не распознали замысел россиянки. Но Даня сам выбрал Россию, появившись на свет раньше предполагаемого срока в Москве. Родители старались занять ребенка и стали искать разные секции. Сначала мальчик занимался рисованием, плавал и играл в шахматы. Нравился Даниилу и футбол. Как и отец, он везде болел за немцев, так как у Сергея имеются немецкие корни. Мать пыталась привить любовь к музыке, но спорт оказался ближе и в шесть лет Медведев попал на корт. Даниил тренировался упорно и с удовольствием, однако он не думал, что корт станет его призванием. Утром он, как все дети, ходил в школу, а вечером занимался теннисом. После тренировок он занимался углубленным изучением английского языка в доме Станкевича. Занятия на корте с Екатериной Крючковой заканчивались в то же время, когда начинались языковые курсы, и Ольга буквально переодевала сына в машине по дороге на уроке. В какой-то момент теннис стал неотъемлемой главной частью жизни юного спортсмена. К 16 годам Даниил понял, что недостаточно прогрессирует, после чего было принято решение отправить будущую звезду тренироваться во Францию. Здесь тренер Жан Ренелли Снар открыл талант и новую страницу биографии Медведева. Высокие результаты теннисист стал показывать во время выступлений в юниора. Первым успехом можно назвать попадание в финал чемпионата Европы 2013 года в парном разряде, и партнером Медведева выступил Карен Хачанов. Начав взрослую карьеру на уровне фьючерсов в 2014 году, россиянин забрал первые титулы и укрепил позиции в сезоне 2015 года, а затем выступил на уровне ATP Challenger. В элитном туре теннисистов-профессионалов Медведев сначала пробовал силы в парном разряде, дойдя с Асланом Карациевым до четвертьфинала Кубка Кремля. Постепенное движение вверх позволило спортсмену влиться в поток турниров большого шлема. В мае 2016 года Даниил прошел квалификацию в основную сетку мирового тура в одиночном разряде и закончил сезон, попав в топ-100 мирового рейтинга. В январе 2017 года он скаканул сразу на 65-ю позицию, выйдя в финал ATP турнира в индийском Чинае. Сезон в целом задался, учитывая сенсационную победу в первом круге Вимбелдона над Стэном Вавринкой, занимавшим тогда третье место в мире. По-настоящему ценная награда досталась россиянину в 2018 году, когда он впервые в карьере взял титул ATP в одиночном разряде в Сиднее. Повторить успех получилось дважды за сезон в Токио и американском Уинстон-Сейлеме. Осенью в Швейцарии Роджер Федерер остановил Даниила на пути в финал Swiss Indors. В Кубке Кремля Медведев также дошел до стадии полуфинала. В итоге 2019 год спортсмен встречал на 16-й строчке мирового рейтинга. В мае 2019 года ATP поставила звезду на 12-е место. На тот момент на счету знаменитости числилась победа в одиночном разряде, взятая в феврале в Софии. Можно сказать, что в сезоне 2019 отлично получились игры на грунте, которыми ранее Даниил редко мог похвастаться. В Барселоне Медведев стал финалистом, проиграв только Доминику Тину, сначала обойдя чилийцы Николаса Харри и испанца Альберто Рамоса. В Монте-Карло он добрался до стадии полуфинала, обыграв грека Стефана Сацицепаса, серба Навака Джаковича и выбыв после поражения Адушана Лайовича. Проиграв в Мадриде аргентинцу Гвидо Пелье, Медведев отправился в Италию. По итогам сезона Тенниси стал пятой ракеткой мира. В 2020 году после февральских поражений от Вашика Поспешила и Жили Симона последовали неудачные игры в первой половине осени с такими соперниками, как Уго Эмбер и Мартан Фучевич. Досаднее всех оказался проигрыш Симону, после которого Даниил так вспылил, что тренер Жильсервара даже покинул корт. Но Медведев собрался и вновь показал положительные результаты. Сначала он сразился на Ценценате 2020 с Маркосом Хираном и Фрэнсисом Тьяпу в Нью-Йорке, а затем отлично выступил в ноябре на турнире серии «Мастерс в Париже». Даниил обошел Кевина Андерсона, Алекса Де Минора, Диего Шварцмана и Мила Шараонича. В финальной встрече не без труда одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым, а благодаря матчу с Домиником Тимом в Лондоне оказался на четвертом месте мирового рейтинга ATP. В следующем 2021 году Даниил Медведев вновь продемонстрировал высокий класс игры, пройдя в финал открытого чемпионата Австралии. Россиянину удалось в полуфинале обыграть грека Стефана Сацицепаса. До этого он разгромил Вашика Поспешила, Роберто Карбальеса и соотечественника Андрея Рублева. В финале Медведев не сумел оказать сопротивление первой ракетке мира и восьмикратному победителю турнира Новаку Джаковичу, потерпев поражение со счетом 5-7, 2-6, 2-6 за 1 час 53 минуты. По итогам турнира Медведев впервые в карьере поднялся на третье место в рейтинге, обойдя Доминика Тима. В сентябре россиянин второй раз в карьере дошел до финала открытого чемпионата США. До решающего матча Даниил проиграл всего один сет на турнире, в четвертьфинале Ботику Ван Дезантсхюлпу. В полуфинале Даниил уверенно переиграл 21-летнего Феликса Ожалья Сима. Медведев стал первым в истории российским теннисистом, дошедшим до двух финалов турниров Большого шлема в мужском одиночном разряде за один сезон. В финале, который состоялся 12 сентября 2021 года, соперником Даниила стал Новак Джакович, который был фаворитом матча и в случае победы мог бы выиграть календарный Большой шлем. Однако Даниил доминировал на протяжении всей игры. В итоге Медведев победил со счетом 6-4, 6-4, 6-4 и впервые в карьере завоевал титул на турнире Большого шлема в мужском одиночном разряде. В последний раз российскому теннисисту это удавалось в 2005 году, когда Марат Сафин выиграл открытый чемпионат Австралии. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Даниил Медведев занял вторую позицию. Подробности личной жизни Даниил раскрывать не любит. Несмотря на то, что в день свадьбы Медведев выложил в инстаграме праздничное фото, именем жены с публикой он не спешил делиться, считая информацию эту излишней. Но вскоре журналистам стало известно, что избранницу зовут Дарья. Девушка раньше также занималась теннисом, выступая в юниорских турнирах, но оставила спорт из-за травм. Еще до брака возлюбленная сопровождала Медведева на всех соревнованиях и продолжает это делать и сегодня. Торжество состоялось 12 сентября 2018 года в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Там присутствовали только самые близкие люди. Молодая семья живет в достатке в Монако. В свободное время пара ходит по ресторанам и путешествует. Пришедший успех не вскрыжил голову теннисисту, а скорее наоборот. Даниил борется с излишней эмоциональностью, посещая сеансы психолога. Следит за тем, что говорит, поскольку из-за неосторожных высказываний ранее обвинялся в расизме. А однажды Медведев даже бросил горсть монет в судью, посчитав его купленным. В инстаграме и твиттере Даниил делится новостями, выкладывая фото с турниров, официальных мероприятий из повседневной жизни, в которой только изредка находится место отдыху. Но Медведев не жалуется на усталость и пребывает в хорошей форме. Его вес при росте 198 см составляет 83 кг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова